В этом видео мы расскажем о самых важных новостях в области искусственного интеллекта, таких как мошеннический GPT, который представляет собой негативную версию чата GPT для хакеров, о приложении под названием TextWiz Иисус и Великом поступке Мета, в выпуске Lama 2 Large Language Model Meta AI с открытым исходным кодом. Мы также рассмотрим роботизированный трансформер Google 2, новую потрясающую функцию искусственного интеллекта от Adobe Photoshop, новую модель Stability AI Stable Diffusion XL и новый искусственный интеллект от LinkedIn для повышения эффективности вашего профиля и налаживания контактов. Итак, начнем с пугающей новости. Эксперты по кибербезопасности обнаружили новый инструмент искусственного интеллекта под названием Fraud GPT, который нацелен на мошенничество. Сейчас он циркулирует в Darknete и Telegram каналах. С 22 июля 2023 года Fraud GPT рекламируется как универсальное решение для киберпреступников. Среди его возможностей – создание фишинговых писем, создание необнаруживаемых вредоносных программ, генерация фишинговых страниц, определение уязвимых сайтов и даже предоставление обучающих материалов по методам взлома. В основе программы лежит генеративно-искусственный интеллект и технология ChatGPT, что дает возможность создания реалистичного и убедительного контента с помощью обработки естественного языка. Кроме того, инструмент может обучаться на основе взаимодействия с пользователями и адаптироваться к различным сценариям. И это уже не первый вредоносный инструмент на базе искусственного интеллекта. Всего две недели назад компания SlashNext обнаружила Viorn GPT – еще одного бота с искусственным интеллектом, способного распространять вредоносное программное обеспечение через интернет-сообщество. Эти инструменты представляют собой серьезную угрозу безопасности и конфиденциальности в интернете. Они способны обходить традиционные методы обнаружения и обманом, заставлять ничего не подозревающих жертв раскрывать конфиденциальную информацию или загружать вредоносные файлы. Как же защитить себя от этих атак с использованием искусственного интеллекта? Эксперты считают, что необходимо использовать передовые средства защиты кибербезопасности, использующие искусственный интеллект в своих задачах. Также необходимо быть более бдительными и обращать внимание на признаки фишинга. И самое главное, нам необходимо просвещать себя и других о возможных рисках и преимуществах технологий искусственного интеллекта. А теперь перейдем к более радостным новостям. Вы когда-нибудь хотели пообщаться с Иисусом? Теперь это возможно благодаря новому приложению под названием TextWiz Иисус. Это приложение представляет собой революционный чат-бот с искусственным интеллектом, позволяющий общаться с Иисусом Христом, апостолами и другими библейскими персонажами. Приложение использует передовые технологии искусственного интеллекта и чата GPT для создания реалистичных и персонализированных диалогов, основанных на мудрости священного писания. Вы можете задавать вопросы, искать наставления, делиться своими мыслями или просто дружески общаться с любимыми религиозными персонажами. Приложение также позволяет изучить истории и учения Ветхого Завета через беседы с пророками и другими религиозными деятелями. Оно предназначено для преданных крестьян, которые хотят углубить свою связь с Библией. Оно также подходит для всех возрастов и может быть использовано в качестве семейного занятия или учебного пособия. Приложение можно скачать бесплатно, но для получения доступа к полному набору персонажей необходимо оформить премиум подписку. Что вы думаете об этом приложении? Как вы относитесь к использованию искусственного интеллекта для моделирования религиозных персонажей? Напишите нам об этом в комментариях ниже. Итак, Photoshop – один из самых мощных и популярных инструментов в отрасли. А Photoshop только что стал еще мощнее и популярнее благодаря новой функции искусственного интеллекта, генеративному расширению, которая позволяет пользователям расширять свои изображения больше, чем исходный размер. Представьте, что у вас есть фотография, но часть ее отсутствует или обрезана. Теперь с помощью этого инструмента вы можете увеличить фотографию, и программа автоматически заполнит недостающие части. Все, что вам нужно сделать, это перетащить фотографию в нужное место, нажать кнопку «Создать» и позволить Photoshop творить чудеса. Если вы хотите, чтобы в добавленном пространстве было что-то конкретное, вы можете ввести подсказку, и программа попытается включить это в изображение. Кроме того, добавленное содержимое становится новым слоем в Photoshop. Поэтому если он вам не нравится, вы можете просто удалить его. Adobe также следит за тем, чтобы создаваемый контент не содержал ничего неприемлемого. Для этого предусмотрены специальные проверки. Многие могут сказать, что эта функция уже есть в других платформах, но наличие ее непосредственно в Photoshop, которым пользуются миллионы людей по всему миру, это очень важно. И хотя сейчас этот инструмент нельзя использовать для коммерческих целей, Adobe планирует изменить эту ситуацию в конце этого года. Кроме того, в Photoshop добавляется поддержка многих языков, что делает его еще более удобным для пользователей. Говоря о генеративном искусственном интеллекте, следует отметить еще один прорыв, о котором вы должны знать. Так, компания Stability AI выпустила новый инструмент для создания изображений под названием Stable Diffusion XL, который она называет своим лучшим инструментом. Этот инструмент позволяет создавать действительно детализированные изображения. И он доступен для всех желающих на таких платформах, как GitHub, ClipDrop и Dream Studio. Если говорить о том, как он работает, то можно представить, что это сложный художник с 3,5 миллиардами кистей. Теперь он может создавать изображения с лучшими цветами, тенями и освещением. Самое интересное, что он может создавать изображения даже из простых предложений, которые вы ему даете. Также ведется работа над функцией создания специфических изображений, но она пока находится на стадии тестирования. В новой версии можно также исправлять отдельные части изображения или добавлять к нему дополнительные элементы. Это похоже на то, что делает Adobe. Однако есть опасения, что люди могут использовать этот инструмент не по назначению. Тем более, что он открыт для всех. Некоторые опасаются создания поддельных видеороликов или использования произведений художников без разрешения. В ответ на это компания Stability AI заявила, что работает над тем, чтобы сделать инструменты более безопасными, и уважает право художников. Из-за этих опасений они даже сталкиваются с некоторыми юридическими проблемами. Джо Пенна из Stability AI отметил, что они стремятся повысить безопасность инструмента. Кроме того, этот инструмент будет доступен на Amazon WebRock, популярной платформе для инструментов искусственного интеллекта. Эмат Мастак, глава Stability AI, гордится новым релизом и считает, что он принесет пользу миру искусственного интеллекта. Итак, компания Meta только что сделала грандиозный жест, выпустив свою собственную большую языковую модель Lama 2 с открытым исходным кодом. Это означает, что любой желающий может скачать, использовать и модифицировать Lama 2 бесплатно для любых целей. Lama 2 является преемницей языковой модели Lama 1 компании Meta, которая была выпущена в первом квартале 2023 года. Она предварительно обучена на 2 триллионах токенов публичных данных и предназначена для того, чтобы разработчики и организации могли создавать инструменты и обучать их на основе генеративного искусственного интеллекта. Модель может генерировать ответы на понятном языке на основе пользовательских данных, а также изображения, код, музыку и многое другое. В настоящее время доступны три версии, от 7 до 70 миллиардов параметров. Чем больше модель, тем она мощнее и разнообразнее. У Lama 2 есть и более утонченная версия Lama 2 чат, которая использует более 1 миллиона человеческих аннотаций для создания более увлекательных и связанных бесед. И это не только открытый исходный код, но и открытые инновации. Компания Meta сотрудничает с Microsoft, Amazon, Hagenface и другими технологическими компаниями, чтобы сделать Lama 2 доступной и совместимой с различными платформами и фреймворками. Кроме того, компания создала открытое прогрессивное сообщество исследователей искусственного интеллекта для обеспечения прозрачности и сотрудничества между академическими партнерами, проводящими исследования в области больших языковых моделей. Почему Meta делает это? По мнению Ника Клёга, президента Meta по глобальным вопросам, компания верит в открытый подход к искусственному интеллекту, который дает возможность всем желающим участвовать в процессе его разработки, открывая Lama 2 для общественности. Meta надеется способствовать развитию инноваций, разнообразия и ответственности в области искусственного интеллекта. Meta также надеется решить некоторые этические и социальные проблемы, связанные с большими языковыми моделями, такие как предвзятость, конфиденциальность и подотчетность. Lama 2 – это смелый шаг компании Meta, направленный на демократизацию искусственного интеллекта и расширение возможностей мирового сообщества создателей и исследователей. Он также показывает, что Meta уверена в своих позициях лидера в индустрии искусственного интеллекта и готова делиться своими ресурсами и опытом с другими. В последнее время в новостях об искусственном интеллекте каждую неделю фигурирует компания Google. Теперь они представили свой новый робот Robotics Transforma 2 RT2 – систему искусственного интеллекта, способную переводить знания из интернета в действия роботов. В ее основе лежат трансформаторные модели, которые представляют собой разновидность нейронных сетей, способных обучаться на основе последовательных данных, таких как текст или речь. Она может получать инструкции на естественном языке от людей или из веб-источников и преобразовывать их в исполняемые планы для роботов. По сути, RT2 – это мост между интернетом и роботами. Этот искусственный интеллект может прочитать или прослушать что-то в интернете, например, рецепт бутерброда, а затем рассказать роботу, как его приготовить. Но он также может учиться на собственном опыте и со временем улучшать свою работу. Для этого используются методы обучения с закреплением, позволяющие поощрять или наказывать робота в зависимости от результатов его действий. RT2 также может использовать методы самоконтроля для обучения на немаркированных данных, генерируя свои собственные метки. Это очень важно, поскольку означает, что роботы могут учиться новому непосредственно из интернета без нашего постоянного руководства. Это еще один шаг к созданию роботов, способных выполнять целый ряд задач, будь то помощь по дому или поход за покупками. Компания Google мечтает о том, чтобы роботы делали нашу жизнь проще. И с появлением RT2 они определенно идут по правильному пути. Кроме того, они надеются, что это послужит толчком к новым открытиям в мире робототехники и искусственного интеллекта. Ну и наконец, давайте поговорим о новом инструменте LinkedIn с искусственным интеллектом, который призван помочь пользователям улучшить свои профессиональные профили и навыки общения. Этот инструмент называется LinkedIn Coach. Он использует методы обработки естественного языка и настроений для анализа профилей, сообщений, постов, комментариев пользователей. Подумайте о нем как о приятеле, который даст вам совет, как сделать свой профиль более привлекательным, поможет понять, что сказать, когда вы обращаетесь к нему с предложением о работе или просто поблагодарить. Кроме того, он может одернуть вас, если посчитает, что вы слишком много публикуете, используете неправильный тон или упускаете возможность наладить связи. Но несмотря на то, что это очень полезно, не всем это нравится. Некоторые считают, что это лишает их профиля уникальности и делает их слишком шаблонными. Другие опасаются, что это может быть слишком любопытно, заглядывать в личные данные. Есть и опасения, что, полагаясь на этот инструмент, мы перестанем думать о себе, особенно когда речь идет о налаживании контактов. Итак, на этом мы завершаем выпуск новостей об искусственном интеллекте. Если вам понравилось это видео, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится», подписаться на наш канал и нажать на значок колокольчика, чтобы быть в курсе всех наших следующих загрузок. Спасибо за внимание и до встречи в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok